Привет! Привет-привет! Я хочу всем тем, кто только присоединился, представить президента Российской ассоциации Сомелье, кавалеров всего чего можно, всяких командарей и так далее, можно будет до конца эфира все перечислять, поэтому Лешины регалии все знают. Президент Российской ассоциации Сомелье Алексей Сидоров. Леш, я тебя приветствую. Я тебя приветствую, очень рад, что у тебя все в порядке, выглядишь хорошо. Добрый вечер, все телеслушатели, так это, наверное, радиослушатели, подписчики и слушатели. Я, во-первых, сейчас мы обо всем поговорим, у нас будет много времени, но я сразу хочу поблагодарить Артура Саркисяна за его прекрасный проект, ежедневный выход в эфир с разными интересными людьми. И я тоже удостоился этой чести, поэтому, Артур, ты красавчик, молодец, как всегда делаешь правильные проекты. Спасибо. Я тоже расскажу скоро о своем новом проекте, который тебя тоже будет касаться. Уже все знают, кроме тебя. Да, ты что? Это для эфира. Слушай, да. Где проходишь карантин? Так, где я прохожу? Ну, прохожу в домашних условиях, в загородном доме, который практически еще не достроен, но можно жить. И я, да, вот здесь на природе, среди птичек, деревьев, кустарничков, елочек, занимаюсь садоводством, огородничеством, саморазвитием, читаю книги, смотрю фильмы, сериалы. Очень много смотрю в интернете прямых эфиров, которые вот даже параллельно сейчас идет по швейцам. Только его начал смотреть, но пришлось переключиться. Поэтому я, в принципе, как и все, на самоизоляции с семьей и с кошкой. Понятно. Ну, сложно переносишь или нет? Ты знаешь, когда все началось, мне показалось, что это как конец света какой-то, да. Вот. Но надо быть все-таки, быть более позитивным, где-то, наверное, думать о будущем, пересмотреть все, что было в прошлом, сделать выводы. Нам сверху дана была такая установка, ребята, займитесь самообразованием, посидите дома, займитесь своими семьями, еще раз продегустируйте те вины, которые вы не успели продегустировать и о которых мало знаете, найдите информацию. Потому что катастрофически мне хватало времени на все это. Вот. Я даже, честно говоря, посмотрел на ребенка, да, вот Алиса многие там знают, она бывает на мероприятиях, помогает мне даже в мероприятиях. Она выросла, она почти с меня росла. И это было как-то неожиданно, потому что все время я работал. Я все время работал в ресторанах, очень долго. Я очень много уделял времени на работе, в винной школе, ходил много на дегустации. И так получилось, что семья, она всегда была рядом, но очень мало уделял времени. И сейчас я как раз такой настоящий семьянин, еще раз повторяю, садовод-огородник, занимаюсь с семьей, домашними делами, ну и, конечно, не забываю про винную тему. Картошку сажаешь там, клубничку что-нибудь такое? Ну, нет. Конечно же, картошку нет. Картошку нет. Вот. Больше все-таки плодовые ягоды посадил в кустики. Вот. И сейчас готовлюсь сажать газон. Вот. Закупил траву, удобрения, выровнял площадку для газона. В общем, этим никогда не занимался. И у меня сейчас есть шанс себя проявить. Вот. Поэтому вот, может быть, в следующий какой-то эфир или видео я выставлю, как я сажаю траву. Ты уточни, траву какую? Трава... Название травы? Да. Шучу, шучу. Трава настоящая. Леша... А, вот как раз. Да, зонная. Пишет. Выглядишь очень по отпускному. Так. Я могу сказать еще раз, да. Я просто вот еще раз повторюсь, если кому интересно, почему такой загар, потому что я в 9 утра встаю, у меня без будильника это делаю, солнце попадает, как говорится, в спальню. Вот. Я просыпаюсь и сразу выхожу на улицу. И захожу, когда солнце уходит. Потому что сидеть в доме нет смысла. Сейчас, в принципе, нормальная погода. Да, она бывает с разными изменениями. Но эта погода позволяет себе находиться на улице, загорать. Ну, как загорать? Загорать как получится, да. Потому что я все время в земле. Я что-то копаю, я что-то переношу, я что-то удобряю. В общем, вот занялся этим делом. Никогда в жизни за 50 лет этим не занимался. Поэтому я только видел, как это делают мои друзья, родственники. Сейчас есть интернет, есть, опять же, люди, которым подсказывают, как это делать. В общем, хочу сам все посадить, сам все сделать, сам все вырастить. Получить от этого результат. Это очень важно. Добиться результата. Я максималист, поэтому во всем будут добиваться результата. Хочу дозон, как на футбольном поле в Лужниках. Ну, так, примерно. Круто, круто. Молодец. Ну, надеюсь, когда все закончатся, все-таки к тебе в гости приедем и отметим. Обязательно. Да, я думаю, что это будет очень-очень классно. Скажи, пожалуйста, ты, как руководитель Российской Ассоциации Сомелья, как ты видишь в дальнейшем профессии, с учетом того, что сегодня происходит. Как ты видишь в дальнейшем эту профессию? Как она может выглядеть? Поменяется ли она? И многие ли потеряют работу? К большому сожалению, в принципе, мы это понимаем. Но по твоим прогнозам хотелось бы тебя послушать. Ну да, эта тема такая, она немного, не хочется, как говорится, грустная. Но надо быть правдивым, честным и смотреть на это каким-то оптимизмом. Но грустное положение в любом случае будет. Я уверен, что многие потеряют работу. Потому что это неизбежно. Мы заложники ситуации. Никто не мог предвидеть, что такое могло быть. Никто не знает, насколько это дальше будет по временем проходить наш карантин, так называемый, и самоизоляция. Никто не знает, когда откроются рестораны и как пойдут люди в рестораны. Хотя атмосфера нам нужна. Нам нужно после самоизоляции, конечно, будет выходить свет. Нам нужно будет мероприятие. Но как люди на это будут реагировать, мы это все узнаем в скором будущем. Я оптимист, поэтому надеюсь, что будущее не за горами. Это не будет, скорее всего, продлеваться годы. Скорее всего, это какие-то месяца. По поводу сомелье, по поводу работы этой профессии. Сейчас нужно говорить, что профессия под угрозой. Никакой угрозы нет. Сомелье были и будут. И всегда. Потому что это культура винопития, которая сейчас развивается в нашей стране. Что бы ни говорилось. Да, есть сложное время. Есть время, которое нас немножечко остановило. Перезадуматься. Где-то заняться самообразованием. Где-то чему-то поучиться. Что-то посмотреть или подсмотреть у кого-то. И пообменяться опытом. Послушать других людей. Опять же говорю, на это есть сейчас время. Вот. Поэтому профессия сомелье точно будет жить. Я уверен еще в долгие времена. Потому что мы только были самым началом пути нашего развития. Оно было быстрое. Хотя ассоциация уже 20 лет. И мы сейчас тоже об этом, наверное, поговорим. И за 20 лет было сделано много. Но на самом деле было немного сомелье. Сомелье последние пять лет стало много. Они стали разными. Они стали как интересными, так и менее интересными для клиентов и гостей ресторана. Они стали коммерческими и некоммерческими. То есть сейчас будут выживать сильнейшие. И как раз есть время для того, чтобы стать сильнейшим. Для того, чтобы не просто сидеть дома и сажать траву, как говорится, и кустики. И любоваться солнышком, которое скоро нас будет радовать. А все-таки заниматься самообразованием. Я уже подумал о том, что, скорее всего, нужно, может быть, провести в онлайне какой-то конкурс сомелье. Различные есть мысли. Я об этом думаю. Но все-таки жду, когда нам скажут, что мы свободны. Мы можем передвигаться. И тогда мы найдем все-таки обратную подготовку и к конкурсу, и к нашим мероприятиям, у которых их многое будет запланировано. Боюсь, будет только момент, когда все начнут делать мероприятия чуть ли не в один месяц. То ли нам работать ходить, то ли ходить на мероприятия. Потому что график будет очень сложный. Будем выбирать лучшие мероприятия. Будем ходить на те, которые нам будет предлагать компании дегустации. И все будет по-прежнему. Может быть, только на другом уровне. Этот уровень мы сейчас сами себе определяем. И, конечно же, возвращаясь к работодателю, они не останутся без сомелье. Ведь сейчас так привыкли, что гости ресторана требуют сомелье для того, чтобы тот подошел, с ними пообщался и перекрывал вино. И другое дело, что какое мы будем рекомендовать вино? Будем ли мы рекомендовать дорогие вина? Большой вопрос. Но то, что мы их будем рекомендовать и будем говорить о цене и качестве, что это вот может быть новые поставки. Потому что компании тоже перетворят свой портфель. Компании тоже захотят быть продаваемыми. А не просто делать винные карты, как многие сейчас рестораны, перешли опять же на дорогостоящие вины, стали поднимать цены. Нас все ждет, все по-новому. Вот, честно говоря, у меня карьера и мой опыт работы с сомелье уже достаточно большой. Я прошел различные кризисы. Это были и 90-е годы, когда только все начиналось. И 2002, и 2009, и 2014. Всегда были кризисы, экономические кризисы. В этот момент мы тоже думали, как же так, кто теперь будет ходить в рестораны, денег нету, деньги менялись, что только не было. Но все возвращалось на свои места. Сомелье как нужны были рестораны, так они будут дальше нужны. Поэтому не надо бояться. Просто нужно поработать над собой. Надо всем, даже на внешнем виде. Потому что, когда мы придем и ваш ресторан закроют, вы придете устраиваться на новое место, вас будут смотреть, как по внешнему виду, поэтому загарчик будет необходим. Нужно будет привести себя, привести свои знания. Конечно, резюме ваше будет играть роль, где вы работали, как вы работали. Будут уже осеннейшие. Но это такой естественный отбор, это нормальное явление. Потому что мне кажется, что когда в разных кафе стали появляться сомелье, которые даже не знают Артуруса Кисяна, я просто приходил, говорю, а вот этот справочник читали, который у тебя сейчас на стене, они говорят, нет, не знаем такое. А я говорю, а как же вы сомелье называетесь? Ну вот я был официантом, меня поставили сомелье, я сейчас продаю здесь вино. Такие тоже были. Вот таких нам не нужно. И пусть они дальше как бы либо развиваются, либо учатся в специальных школах, участвуют в конкурсах и потом приходят устраиваться на работу. Я за естественный отбор за сильнейших. Понятно. Я напомню нашим зрителям, слушателям, подписчикам о том, что за лучший вопрос я дарю книгу «Российский винный гид в подарок». В любом случае, Алексей сам определит, кому этот подарок пойдет, исходя из тех вопросов, которые будут заданы. Тем не менее, я хочу все-таки вернуться к профессии сомелье и по поводу того, что не считаешь ли, что сомелье все-таки многие рестораторы, они пересмотрят эту профессию и как таковую могут объединить, совместить, уменьшая накладные расходы определенные и совместить с другими позициями в ресторане. То есть это либо менеджер сомелье, либо это бар-менеджер сомелье. Ну как, в принципе, бар-менеджер. Он всегда бы периодически появлялся в лице сомелье. Тебе не кажется, что оптимизация в любом случае произойдет? Обязательно. Я согласен с тобой, что это будет оптимизацией. И такая оптимизация произошла во многих странах Европы, когда стали открываться более мелкие рестораны, малого размера, так сказать, семейные рестораны, где папа управляющий, мама повара, а сын и сомелье, и менеджер, и так далее. Мы во многих таких ресторанах были. Это нормальное явление. Но в нашем случае у нас очень много больших ресторанов. Они будут существовать. Они не могут закрыться все и стать маленькими, семейными. В этих больших ресторанах есть каждому работа. У нас очень много было персонала. Это все говорят. Я, мой близкий, можно сказать, друг, знакомый Борис Зарьков. У него сейчас большое количество ресторанов. И приходится увольнять людей. Это нормальное явление. Потому что сейчас такая ситуация. Что касается, как можно взять, например, менеджера, который не знает ничего о вине, но у него большой опыт работы менеджера, и сделать его сомелье. Что он может порекомендовать? Просто подать винную карту и пальчиком показать на какое-то вино? Ну, наверное, да. Наверное, в следующий раз гости не придут в этот ресторан, не будут пить вино. Но они пойдут там, где все-таки опытные сомелье. Другое дело, что мы сомелье, и я знаю очень много примеров тех сомелье, которые хорошие организаторы. Начну с себя. Я был сомелье, я был менеджером, я был управляющим, и я стал совладельцем ресторана. Это мой пример. На себе говорю, да. Я знаю других людей, которые точно так же были сомелье, потом стали управляющими. Я знаю сомелье, которые стали совладельцами ресторана. Потому что сомелье – это организационная работа. Человек организовывает себя, он знает работу в ресторане досконально, и работу поваров, и работу официантов, остусов, менеджеров, управляющих. Да, если он, конечно, молодой, ему 20 лет, скорее всего, вряд ли его поставят на управленческую должность. Но если он постарше, если он работает в ресторане, если он скажет четко, я могу, я знаю, а сейчас как раз есть время для того, чтобы подготовиться и к этой работе, именно менеджерской работе, именно в управлении ресторана, почитать книги не только сейчас о виноградниках и о виноделах или послушать эфиры о вине, а послушать еще и рестораторов. И как они организовывают работу, какие у нас ждут перемены. Вот, немножко быть в курсе управленческой работы. Когда нашим сомелье, особенно таким, которые были в топовых ресторанах, им точно не грязь этого волнения. Те сомелье, которые молодые, ребята, дерзайте, учитесь, занимайтесь самообразованием, потому что оно просто сейчас необходимо. И нам дам шанс, чтобы вы поднялись на новый уровень, на новую ступеньку, которую, может быть, если бы не было этой ситуации, может быть, вы так бы оставались еще год-два-три на этих должностях помощник сомелье, просто сомелье. А сейчас есть возможность стать шеф сомелье-менеджер-управляющий. У некоторых есть даже возможность просто стать, если вы хотите и, может быть, и не будете работать в ресторанах по каким-то причинам, может быть, открыть свой бизнес, может быть, заняться чем-то, связанным с вином, с продажей вина, с онлайн-обучением. Ну, то есть, в принципе, можно подумать. Я не могу сейчас всем дать совет. Единственное, что хочется сказать, что нельзя умнывать в такой ситуации, нужно за ним идти дальше, потому что я верю, что будут хорошие времена. Тяжелые, но хорошие и правильные. Леша, скажи, пожалуйста, а тебе не показалось, что за последние годы сомелье как таковые, вот я помню, когда мы начинали всю эту историю, и как вот в последнее время, что перестали ходить на дегустации, перестали самообразовываться, сидел у себя в ресторане, ждали, что им все принесут на блюдечки, и они все сделают. И второй вопрос – это вопрос проданных винных карт. Как ты считаешь, если в ресторане одна-две компании виноторговые, может быть, раз уж практически ассортимент этих виноторговых компаний, и у них в ресторане сидит человек, который продает именно вины из их портфеля, не просто он формирует, а уже оговоренный портфель, может быть, виноторговым компаниям было бы проще платить ребятам сомелье зарплату? Давай на первый сначала вопрос, по поводу как изменились ребята, и не показалось ли тебе, что, по сути, многие дискредитировали? Ты говоришь о том, что стали меньше ходить на дегустации? Нет, я говорю о том, что они изменились, они стали меньше ходить на дегустации, стали более заносчивы, и менее профессиональны. Значит, по поводу дегустаций, их стало очень много в последнее время, ну, не только молодые ребята, да и ветераны, да, и опять же, если брать самого себя, я сам не успеваю на все мероприятия сходить, потому что их стало сколько много, и они стали, в принципе, достаточно разнообразные. Бывают дегустации совсем простые, бывают с интересными винными производителями, которые приезжают с виноделами, бывают где-то в кафешечке, в которой неудобно темно и в цокольный этаж, а бывают в ресторане Турандот, где ты шикарно сидишь в большом зале. И дегустаций просто, просто мероприятий стало много. Вот. Сомелье не успевают ходить на эти мероприятия. Многие рестораторы даже их не отпускают на мероприятия. Их не выпускают в поездки, в которые мы ездили, на сбору Винограда, просто в гости к виноделам. Вот многие жаловались, а что делать? И вот мне компания хочет меня отвезти, а я не могу отъехать. Я говорю, а ты когда последний раз ездил? Две недели назад. Я говорю, ну, конечно, ты не можешь уезжать две недели. Нужно работать. Нужно хотя бы поставить эти поездки в график. Я еще раз говорю, что мероприятий было много. И они были разного качества. Разные дегустации, разное качество, разные вина. Поэтому, конечно, наверное, на все пойти было невозможно. Второй вопрос, что эти сомелье, некоторые, опять же, стали самоуверенными. Им показалось, что, закончив двухнедельные курсы, получив сертификат, они уже сомелье. Они могут также вступать в ассоциации сомелье, в различные, там, в наши филиалы, в твой союз сомелье, если ты, конечно, примешь и не всех принимаешь туда, в нашу ассоциацию. Она, в принципе, доступна для тех людей, у которых есть сертификат об образовании, есть хоть какой-то малейший опыт, он может вступить в ассоциацию. И вот эти люди стали более как бы самоуверенными. И это вот говорит о том, что даже на конкурсе был, сейчас последний раз было 150 человек практически было заявок на конкурс. И я понимаю, что конкурс для сомелье, но на конкурс идут уже все подряд. Вот. И это такая небольшая проблема, которую в дальнейшем мы будем решать. Потому что все-таки конкурс для того, чтобы в нем выступать, это нужно подготовка, это нужен минимум какой-то опыт работы. Сейчас просто поеду в Москву, выступлю на конкурс, получу подарок, получу сертификат участника соревнований, приеду, повешу на стенку и буду всем говорить своим гостям, что я в сомелье выступаю на конкурсе. Вот. Да, проблема была. Поэтому, наверное, сейчас опять же с этим периодом она будет устраняться, эта проблема. И мы с удовольствием будем ходить заново на дегустации. Вот. Мы будем выбирать эти правильные дегустации. Их много не будет. Не приедут уже к нам такое количество чирийцев, аргентинцев, южноафриканцев, астралийцев, новозеландцев, французов, испанцев, итальянцев. Такое количество не будет сейчас. Поэтому та дегустация, которая будет, наверное, в ближайшее время, наверное, мы все соскучимся, все побежим, все друг друга будем видеть. И эти залы будут полные на эти мероприятия. Второй вопрос по поводу оплаты труда. Если уж винные карты проданы, то пускай, почему бы и не платить винноторговым компаниям, как своим представителям в этом ресторане, условно говоря, частично хотя бы. Ну да, если, конечно, компании разные бывают. Просто те, которые могут платить, их не так много. И если компании начнут платить, то винные карты будут из десяти компаний, а то из пяти шести, которые могут заплатить сомелье. Потому что у них не один будет сомелье, у них будет десять, двадцать, сто сомелье. И эти сомелье все будут составлять винные карты за эти компании. А те компании, которые маленькие, которые привозят небольшое количество вина, но в этих прайсах в их портфеле тоже можно из этого небольшого количества вина выбрать какое-то небольшое количество, они не смогут платить ему зарплату или платить бонусы. Поэтому здесь такая еще сильная тема. Вообще не очень люблю о деньгах говорить, связанном с сомелье. Мы говорим о том, есть проблемы в любой отрасли, но речь идет о том, что делать. Рестораны, когда откроются, мы же понимаем прекрасно, что картина будет совсем другая. Ресторанам будет тяжело восстанавливаться достаточно долгое время. Да, таких зарплат уже не будет. И не будет чаевых больших, и не будет бонусов, и не будет других денежных поступлений, которые были созданы компаниями для того, чтобы сомелье продавал вина. Не хочется там говорить о грустном, но кого-то кто-то подкупал и кто-то продавал. Мы эти истории знаем, но не хочется в этом эфире, в таком, как сказать, позитивном, говорить о негативе. Вот. Но, наверное, история будет меняться. История профессии сомелье, заработной платы, скорее всего, будет период полгода или год будет восстановления. Мы должны быть понять, что нам нужно принять ту зарплату, которая будет у сомелье. И вот эти зарплаты, которые были, про них надо забыть. Надо начать с нуля. Надо начать сейчас другую историю в профессии сомелье. Вот. Показать себя, что ты можешь работать не просто за большие деньги. Потому что когда-то мне обращались многие, там можно устроиться на работу? Да. Какая зарплата? Ну, 60 тысяч примерно. Нет, нет. Мне такая мало. Мне нужно 100-120. Вот. Почему? А сейчас… Спрашивается, а что ты сделал для этого? Ну, да. Я работал в таких-то ресторанах. А как ты работал? Ну, ты работал, да. Ну, почему 120? Почему кто-то 150? Понятно, что мы хотим зарабатывать больше. Но для того, чтобы зарабатывать больше, надо работать больше. КПД сомелье, оно остается таким же. Что за 60 тысяч ты работаешь, что за 120? Если ты хочешь в два раза больше, ты должен участвовать в конкурсах, у тебя должен быть послужной список, ты должен ходить на эти мероприятия. Я не знаю. Какой-то там… Я говорю, может быть, по-советски. Вести какую-то табель, кто где был. Да. Набирать баллы. И мы говорили о том, что… Если бы была сертификация, которая возглавляет Бухаров Игорь Олегович, да. И мы, остаться сомелье, принимая в этом участие, давать класс в сомелье, то вот там как раз был бы тот момент, что мы бы отмечали бы тех людей, которые бы посещали бы те или иные мероприятия, посещали бы мастер-классы, участвовали бы. Они бы набирали баллы. И, соответственно, у тебя был бы такой послужной список, по баллам ты мог бы понимать, что твоя зарплата должна составлять более ста тысяч. Но если ты нигде не бываешь, и если ты прочитал две книги о вине и несколько послушал эфиров, но у тебя есть пять гостей в ресторане, которые ходят на переговоры в это своё кафе из соседнего офиса, они едут с другого конца Москвы именно к себе, просто случайно ты оказался в том месте, и они у тебя пьют шато-марго, и тебе кажется, что ты уже сомельет, и каждый день продаёшь шато-марго. Но ты продаёшь пятерым этим офисным работникам, которым наплевать, ты ли это будешь или другой. Но если ты продаёшь шато-марго этим людям, то ты подходишь уже к учредителям и говоришь, я сегодня продал шато-марго, дайте мне зарплату больше. Но это неправильно. Здесь нужно всё-таки... Сейчас, наверное, считалось, что дурной тон продавать дорогие вина, предлагать дорогие вина. Потому что гости, если кому-то нужно очень дорогое вино, они не так его возьмут. Да, правильно. Так, какой, по вашему мнению, ресторанный сегмент оправится быстрее всего в момент отката пандемии? Малый, средний или премиальный сегмент? Мне кажется, сейчас должна публика поменяться, да. Мы сейчас будем, может, гадать, но если это моё мнение, то это средний класс. Мне кажется, вот он сейчас в любом случае будет ходить в рестораны, потому что мы к этому привыкли. В принципе, рестораны разной ценовой категории достаточно много. Мы можем выбрать себе, как говорится, по кошельку по своему, да, по своим финансовым возможностям. Мы можем пойти как в недорогое кафе. Хочу сказать большое спасибо винным барам, которые в последнее время нас стали радовать. Их стало очень много. Они стали разных тем. Они стали на разных улицах, а не только на Патриарших или на каких-то таких известных улицах. То есть везде можно найти винный бар, найти подходящее вино, вино в разлив, хорошую атмосферу и при этом не платить большие деньги за это. Поэтому, кажется, средний класс, но опять же, что это сейчас средний класс, да. Я тоже считаюсь средним классом и у меня тоже с бизнесом сейчас не очень хорошо. И я не понимаю, пойду ли я быстро в ресторан или нет. Или все-таки буду заниматься там своими бытовыми проблемами, которые сейчас у меня возникают в этот период. Потому что тратить на рестораны, это все-таки, ну, дело такое, как сказать. Это должны быть лишние деньги, должны быть заработки определенные, которых сейчас нас лишили многих. Вот, поэтому какая-то будет пауза. Но вот какая, насколько она долго продлится, я не могу сказать. Тут комментарий как раз к этому вопросу, то, что было задано. Я думаю, Амор 184, я думаю, премиальный, так как у остальных денег не будет, чтобы ходить по ресторанам. Вы знаете, у тех, у кого большие деньги, сейчас очень большие проблемы. Вот, и, конечно, на рестораны у них, может быть, и будет хватать денег, но в таком количестве богатых людей, которые были во многих ресторанах, их уже не будет такое количество. Они тоже позадумались, потому что у них бизнес рушится, у них нет зарплат, как у нас есть, по которым мы говорим, там 100 тысяч, там 120, 60, 80, ты, в принципе, из этой зарплаты можешь позволить себе хотя бы один раз сходить в ресторан попить вина. Может быть, не самого дорогого, но взять какую-то закуску, взять какую-то горячую, взять пару бокалов вина в ресторане, может позволить человеку, который зарабатывает, у которого есть хоть какая-то стабильная зарплата. Ну, вот у меня очень много богатых людей, серьезных таких людей, которые с большим бизнесом, они говорят, мы банкроты, и я не знаю, как мне дальше быть вообще, потому что на них, у них были большие затраты, да, мы понимаем, большие загородные дома, водители, куча образования, которое они платили там своим семьям, женам, дети за границей учатся, и сейчас это рухнуло, нет денег, поэтому они будут восстанавливать себя сейчас в первую очередь, а не ходить в рестораны, да, поэтому как-то вот... Я вот как средний класс точно могу сказать, как только нас пустят, я пойду в ресторан. Я пойду в ресторан для того, чтобы оставить там какую-то определенную сумму денег, чтобы она пошла на зарплату тому же Сомелье, ну вот... Ну, соскучились мы все, соскучились. Так, Артур, наверное, трибванчис пишет, Артур, наверное, то, о чем бы говорить, относится к столичным Сомелье. Это по предыдущему комментарию. Думаю, ребята сейчас эфир смотрят и не согласны с вашим утверждением на этот счет. Никаких проблем нет, мы находимся в эфире, нас все знают, мы говорим о профессии Сомелье. Если кто-то не согласен, пускай пишет, напишет то, что он думает, как он видит, мало ли. Так, добрый вечер. Конечно, есть только мнение, да, мы как раз и собрались для того, чтобы... Сегодня мое мнение, да, это мое особо личное мнение. Вчера был Роман Сосновский, завтра это кто? Саша Рассаткин. Да, Саша Рассаткин, да. Поэтому у каждого есть свое мнение, каждый может высказаться, у каждого есть что сказать, у каждого есть свой опыт, наработанный опыт как Сомелье, как преподаватель школы, как президент ассоциации, как рестораторов, которые и работали в ресторанах, и руководят рестораны. У каждого есть свое мнение. Мне кажется, для этого существует прямой эфир, чтобы мы могли общаться. Конечно. Тут Лукинчук пишет, мне кажется, останутся самые мощные жемприведы. Винторговые компании, и они побегут покупать всех Сомелье, и все с радостью начнут соглашаться. Их можно будет понять. А про то, что останутся на рынке сильнейшие Сомелье, и конкуренция возрастет до небес, то это 100%. Ну вот это его мнение, оно тоже имеет место быть, и может быть компании побегут покупать. В принципе, это было так всегда. Сильнейших всегда покупали. Это не только профессия Сомелье, это есть и в спорте, и у артистов, и в искусстве. Сильнейшие всегда нужны. Поэтому давайте становиться сильнейшими. Давайте не будем стоять на месте, а давайте делаем шаг вперед. И в нашей профессии, и в наших знаниях. И, конечно, мы всегда говорим, победит сильнейший. Поэтому я только за сильнейших. А зачем нам слабых? Да, не то слово. Алексей, добрый вечер. Есть вопрос. Trip One Cheese задает. Как вы считаете, насколько важно Сомелье заниматься личным брендом? Может ли это стать магнитом для ресторана, в котором он трудится? Вопрос только по личным брендам. Я не понимаю. Это каким-то своим вином заниматься? Нет, личным брендом это пиарить себя лично, продвигать. А, в этом отношении? Да. Ну, конечно, без пиара никуда нельзя. Всегда надо себя пиарить. Вот я сейчас сижу в прямом эфире, да, и пиарю себя. Потому что меня пригласили, да, я мог отказаться. Потому что у меня не было сегодня большого настроения. Я там устал от физических нагрузок, так скажем. От того, что ты траву сожжал. Это пиар. Да, и я никогда не отказываюсь ни от одного интервью, ни от телевидения, ни от радио. Когда это было в прошлом, как говорится, в прошлой жизни. Вот. Поэтому самый пиар – это обязательно нужно. Если есть, то пиарить. Потому что, если ты чего-то добился, если у тебя есть опыт, ты им можешь поделиться, у тебя есть знания, у тебя есть послужной список, конечно, надо пиарить. Но есть другой пиар, который я видел от Сомелье, которые ничего себе не представляют, но при этом открывают винные курсы, открывают, проводят мастер-классы, проводят какие-то дегустации, да. Ну, понятно, что есть люди, которые умеют красиво говорить. Вот. Вот у меня есть там знакомая девочка. Она отучилась в нашей школе, вышла из школы и уже создала сразу же на следующий день группу и проводит мастер-классы. по книгам, которые мы выдавали ей, да. Вот. И самое главное, что у нее есть публика, да, ее слушают, потому что она занималась за это другим бизнесом. У нее есть какая-то аудитория. Она их собрала, налила ей вина и начинает рассказывать. Вот она пиарит себя, преподает, зарабатывает на этом деньги. В принципе, все довольны. Ну, я считаю, что это вот трудновато таким людям выходить в свет, потому что можно немножечко исказить мнение у людей вот и о профессии Семеле, и о знаниях, которые она может рассказывать. Поэтому пиар может быть совершенно разным, каждого по-своему, каждый занимается, но самопиар должен быть. И продолжение этого вопроса... Если Филипп Киркоров себя не пиарил бы, был бы он Филипп Киркоровым, так говорится. Да. И в целом, как считаете, может такая единица, как Семеле в ресторане, стать наиболее привлекательным фактором для гостей ресторана? Обязательно. Он обязан быть привлекательным рестораном. У нас было принято всегда, что ходят на повара. Мы очень много говорим о поварах, о кухне. И это важно, это очень правильно. Но надо сделать так, чтобы ходили на Семеле. Семеле должен быть... Я не хочу говорить какие-то... Это истинно, это когда мы обучаем на Семеле, мы об этом говорим с первых дней. Что Семеле в ресторане, это человек, который отвечает не только за подачу вина и крепких напитков, но и за атмосферу. Когда человек приходит в ресторан, он хочет, чтобы с ним общались. Официанту некогда общаться. Он принял заказ, убежал. Кто-то улыбается, кто-то делает какие-то шутки, короткие анекдоты. Гостям это тоже иногда нравится. Не всем, но есть такие, которые хотят пообщаться. Менеджер, как правило, ходит с поднятым носом. Он обслуживает все столы, всех рассаживает, следит за официантами, приходит на кухню. Мы все знаем работу менеджера. Управляющего вообще не видно в ресторане, как правило. И вот Симели это тот человек, который нужен гостям, который может рассказать, что он во время вот этого периода, что он пил, как он занимался самообразованием, какие новинки он для себя нашел, что новое. То есть вот сейчас есть момент набрать фишек, да, ну так будем говорить, фишки. Для того, чтобы выступить в ресторане и гостям еще больше понравится. Не просто прийти и говорить, ой, как я по вам соскучился. Вас так вот долго... А нас долго не было в ресторане, ресторан был закрыт, мы просто пришли. Банально. Нужно прийти уже с новыми идеями, с новыми рассказами, с новыми эмоциями, с новыми фишками для гостей. Подготовить их сейчас. И когда только человек тебе придет, сделать так, чтобы ты ему понравился, не в плане мужчины, понравился как семья, а понравился как человек, который его обслуживает, который за это получает деньги, который, в принципе, мое такое мнение, что нельзя стоять сейчас на месте, нужно готовиться к дальнейшей работе. Ну, потихоньку будем подходить к конкурсу «Сомелье», который, в принципе, к сожалению, 20 марта должен был состояться, грандиозное событие, его пришлось перенести. Ты как считаешь, конкурс «Сомелье» состоится в июне, на твой взгляд? Или все-таки нужно будет перенести больше к зиме туда? Значит, сегодня, можно сказать, в неофициальной обстановке я официально заявляю, что конкурс будем переносить. Мое мнение, что в июне он не состоится. Под карандашом стоит 25 июля. Дальше, наверное, это будем каждый месяц переносить. Я думаю, что это будет и август, и сентябрь, и, может быть, даже октябрь. Вот. Не могу сказать. Я советую с разными... Но если октябрь, то там, получается, московский конкурс «Сомелье» еще должен состояться. У нас много мероприятий, в декабре мы планируем. Что планировано, да. Но запланировано, конечно, и винный пикник. И все-таки это... Вот. Тут как раз был вопрос по поводу винного пикника. Расскажи, пожалуйста, твои мысли. Значит, у нас четыре мероприятия, которые идут друг за другом через два месяца. В марте месяц должен был российский конкурс быть, перенесли на июнь. Соответственно, в июне должен быть винный пикник. Сейчас мы его переносим на июль. Но в связи с тем, что переносится и конкурс, значит, переносится винный пикник. Вот. До середины сентября его можно будет провести. Это однотневное мероприятие, которое, в принципе, при любых раскладах может пройти там же, на той же площадке, как был в том году, Серебряный Бор, Москва-река, на улице. Мне кажется, что время покажет, и мы подождем, так скажем, начало мая будет видно, насколько, продлевается ли самозоляция, нет, когда нас впустят в город. Вот. Поэтому, я не могу по срокам сейчас говорить, но я планирую делать все мероприятия. И даже женский конкурс, который, в принципе, в августе был запланирован в поместье Голубицкое проходить. Вот. Ну, а на осень московский кубок Сомелье. Значит, мы можем это перенести. Даже если это не будет в этом году по какой-нибудь важнейшей ситуации, мы это сделаем в следующем году. И это ничего нас не остановит. Все равно будет двадцатый конкурс Сомелье. Он будет в двадцать первом году. Это ничего не меняет. Эти цифры для нас не важно. Для нас важно, что конкурсы будут по-любому. Потому что это нужно и для профессии Сомелье, для самих Сомелье нужно, для зрителей нужно. Это профессиональные мероприятия, без которых в принципе не обходится ни одна ассоциация Сомелье. Леш, у меня к тебе такой вопрос. Вот. Какое количество членов Российской ассоциации Сомелье? Знаете, напомню, что Российская ассоциация Сомелье, даже на значке, который мы подаем всем преступлению в ассоциацию, написано 1999 год. Это, напомню, что это была просто ассоциация Сомелье. Тогда было 25 человек из Москвы. И в 2000 году эта ассоциация стала российской, потому что стали появляться люди из других городов. Мы переоформились и с 2000 года называемся Российской ассоциацией Сомелье. За это время вступило почти 5000 человек. Вот. База, так сказать, контактов и телефонов практически сохранена, но, конечно же, те, кто люди были 20 лет назад, многие уже выросли, поменяли профессию, особенно все моменты, когда были различные этапы экономического спада. Кому-то эта профессия в то время нравилась, потом не нравилась. Много времени прошло, 20 лет. Но последние полторы-две тысячи человек, это активные члены ассоциаций, которые всегда приходят на мероприятия, которых я вижу в соцсетях, которых я вижу на дегустации. Поэтому, если говорить по количеству, то 5000 человек. Если говорить по действующим членам, которые на сегодняшний день, в год вступает почти 400 человек. 300, 400, 500, 250. Вот примерно такие цифры каждый год вступают в ассоциацию. Поэтому ассоциация растет, и мне, когда задают вопрос, для меня нет точно такой цифры. Я не к этому, там 5000, 6000, это как бы такая история. Насколько в российской ассоциации планируется, я так понимаю, что рано или поздно все равно нужно делать перепись населения, посмотреть, кто где работает, подтверждают ли они этот статус. Потому что человек, который занимается продажами всего, чего угодно, но не вина, представляется как членом российской ассоциации Самили, что в свою очередь не очень хорошо, с точки зрения вина. здесь такой вопрос с двух медалей. Например, итальянская ассоциация Самили, 45 тысяч человек. И в эту ассоциацию входит любой, начиная от официанта, бармена, коллекционера, любителей вина, человек, который пишет о вине, человек, который продает, любой может вступить в итальянскую ассоциацию Самили. Очень странно, да? Но при этом, да, вот такая большая организация. Они живут на взносы, они делают различные мероприятия, и в принципе развиваются, никто в упрек не говорит, почему у вас такое большое количество. Ведь это же не столько Самили. Вот. французов французов очень много. Я считаю, что Самили, это сейчас вообще такое понятие Самили растущие. Я вчера читал анекдоты про Самили, думал в эфире порассказывать, у нас будет более смешной эфир. Вот. И там про Самили, который там в пирожках разбирался, да, он тоже назывался там Самили. Ну, то есть, понимаете, сейчас слово Самили, оно размытое, и его нужно как-то восстанавливать. И ты правильно говоришь, перепись сделать. Кто есть Самили, а кто просто. Но ассоциация Самили, это не коммерческое партнерство людей, объединяющих одной темой, темой вина. Ты можешь писать о вине, и постучаться к нам в ассоциацию, и мы тебя примем. Не будем говорить, ты же не продаешь вино, но ты же о нем пишешь, значит, ты можешь быть нашей ассоциацией. Вот. Мы лояльно к этому относимся. Вот. ведь люди просто так не пойдут сами вступать в ассоциацию, платить вступительный взнос, встречаться с тобой, общаться. Для чего ему это нужно, если он не хочет быть в этой ассоциации? Ну, конечно, некоторые идут, потом, может быть, не живут нашей жизнью, не такие активные, выходят из соцсетей, убирают нас из групп различных. Такие тоже, наверное, есть люди. Вот. Ну, не знаю, у нас большая организация, мы будем расти, и в ассоциацию будем готовы принимать всех тех, кто хочет быть связан с нашей темой. Леш, да, говори. Просто о проекте, а то забуду, сейчас скоро кончится. Давай, давай, да. О новом проекте и слушателям, может быть, это будет интересно, пока еще не надоели меня слушать. В рамках ассоциации Сомелье, в рамках конкурса Сомелье, члены жюри на российском конкурсе должны были быть 20 чемпионов, 20 лучших Сомелье, в том числе Артур Георгиевич, как один из победителей конкурса, тоже был в жюри. Я придумал новый проект, он будет в онлайне, вот, и последний из 20, который об этом сейчас будет слушать, потому что вчера я взвонил всех 19 человек, мне все подтвердили, мы делаем в онлайне мастер-классы от 20 лучших Сомелье подготовка к конкурсу сидя дома, stay home так называемые, да? Вот, поэтому, Артур, готовь мастер-класс, к 1 мая нужно будет мне прислать, и на майские праздники мы выставляем 20 мастер-классов от лучших Сомелье России. Вот такой вот проект. Мастер-классы по какому, в чем мастер-классы? Любая тема, которая вам будет интересна. Да, вот, например, Владимир Басов, которого я вчера поздравил с днем рождения, сразу сказал, я про биодинамику расскажу. Павел Швец, который, конечно, сказал, что про крымские вина будет мастер-класс. Ну, Артур Георгиевич, наверное, российские вина или армянские вина, или просто, можно рассказать, и декантация вина, или о форме бокала, хранение вина. Я понял. Любой мастер-класс, который вы 20 наших метров подготовите, они в любом случае для всех будут интересны. Он будет не длинный, по времени не ограничивается. Это от 10 минут до часу, до 40 минут, до 20 минут. Вообще, хотелось сделать так, как 20-й год. 20 минут, 20 лучших сомелье в 20-м году. То есть, вот так вот. Поэтому, минимум 20 минут с тебя, дорогой мастер-класс. Хорошо, не вопрос. Я вам найду, что показать, что сделать. Скажи, пожалуйста, на сегодняшний день сколько подразделений ассоциаций сомелье в России? Филиалов, да. Ну, давайте перечитим. Вчера в год с Сосновским говорили о Крымской ассоциации, сейчас не вернемся. Значит, после этого у нас была создана Питерская ассоциация сомелье, Краснодарская ассоциация сомелье, Московская ассоциация сомелье, и Ростовская ассоциация, Донская ассоциация сомелье. Вот. Также филиалом является ассоциация Ковистов. Вот. Всех перечислил. Так. И по поводу Крымской, ты говорил, затронешь... Да, Крымская ассоциация. Мы с Павлом Слицом, когда обсуждали, что надо в Крыму делать, мы первое, что сделали филиал, это Крымская ассоциация. Ткач и борода был у нас там президентом, мы созвали большое количество людей, сделали презентацию ассоциации в рамках женского конкурса, который проводился там же в Крыму, в Севастополе. Было все зафиксировано. Вот. Но крымчане люди непростые, как оказалось. Вот. Они захотели быть отдельной ассоциацией, поэтому мы встречались, обсуждали. Они выбрали другого президента. Там уже третий президент за полтора года меняется у них. Вот. У них пока все в рамках становления, да. Вот. Они пока выбирают президента, лидера. Вот. Я вижу их в соцсетях, они выставляют посты, как они поздравляют членов ассоциации с днем рождения. Ну, наверное, это тоже важно, поздравлять друг друга с днем рождения. Хотелось бы, правда, больше проектов серьезных, и мы готовы им помочь в этом становлении, в непростой ситуации. Вот. Но если на сегодняшний день там есть Тахмина, не помню фамилия, который возглавляет эту ассоциацию, мы с ней встречались, не пришли пока к общему соглашению. Вот. Ну, как и Роман Сосновский вчера сказал, и я говорю, мы всегда рады, если Крымская ассоциация вступит еще раз, заново, второй раз, в состав Российской ассоциации с имели. Вот. Я не вижу в этом никаких, ни с нашей стороны, преград, никаких проблем. Вот. Ну, проблемы с их стороны, которые мы решаем, это рабочая ситуация, она всегда, она не может быть гладкой, да, вот один филиал такой, другой такой. Сейчас у нас еще есть пять филиалов, которые мы хотим открыть, хотели открывать, но сейчас пауза, мы к этому вернемся, это и Уральская ассоциация, и ассоциация, Волжская ассоциация, Саратова, есть человек, который хотел возглавить, Новосибирская ассоциация, дальневосточная ассоциация, то есть, мы хотим, чтобы в каждом регионе страны был свой филиал, в котором, были школы, обучение, проводились конкурсы, отборочные туры, чтобы их лучшие сомелье ехали к нам уже на российский конкурс, ну, то есть, это должно быть, большой проект, которым, будем к нему идти. И будем делать... Алексей, есть перспектива в будущем проводить отборочные этапы перед конкурсом сомелье по регионам, чтобы на конкурсе было не 150, а, к примеру, 50, но лучше. Да, именно так мы и хотели сделать после двадцатого конкурса сомелье. Потому что двадцатый был открытый для всех, поэтому было 150 человек, мы приветствовали бы всех сомелье, которые бы пришли на конкурс, всем были бы рады, но должно все-таки быть порядок и должны быть правила, которые мы уже устанавливаем, начали устанавливать, прописывать, и на двадцатом конкурсе со сцены, я должен был бы обидеть. Но следующий конкурс пройдет по квотам для города, да, то есть это есть для Москвы и Санкт-Петербурга, это будет чуть больше конкурсантов, которые смогут проект на российский конкурс для других городов меньше. Вот, провести в этих городах, в этих филиалах, в которых существуют отборочные туры, и, соответственно, собрать 30-50 лучших сомелье России. Вот, именно лучших, которые прошли отборочные туры. Вопрос, почему идея сертификации сомелье, о которой активно говорили два года назад, осталась пока не реализованной? Какие препятствия? Препятствия, да, вот, наверное, этот вопрос к Бухарову нужно Игорь Олеговичу адресовать. адресовать, да, также у нас за это отвечает Евгений Богданов, вот, человек, который много тоже делает для ассоциации с сомельем, вот, на самом деле, я сам не пойму, вот я говорю честно, как есть, в чем проблема заключается, вот, проблема, наверное, можно я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю, как на него ответить, потому что у меня нет информации, почему ничего не происходит. Хорошо, хорошо, ну, я говорю, да, потому что я, мы зададим еще, да. Я пытаюсь эти же вопросы передрисовать вот всем людям, которые, которых я сейчас говорил, и мне также никто не может ответить. Какая-то тупиковая ситуация, то есть все все начали, и на этом как бы закончилось, вот, говорят, что будет, что в 2021 году мы все-таки начнем эту сертификацию, мы стали уже тех людей, которые участвуют в конкурсах отмечать, да, чтобы потом им пошло в зачет, эти баллы, которые они набирают, вот, но этих людей не так много, которые участвуют в полуфинале и финале конкурса с Сомелье, вот, но они все равно у нас в списке есть, и мы восстановим ситуацию за эти два года, кто где участвовал, кто побеждал в соревнованиях, или участвовал в полуфиналах, или заканчивал какие учебные заведения, вот, поэтому это все, мы восстановим все эти списки, и те люди, которые за два года ждут этой сертификации, задают эти вопросы, конечно, мы дадим правдивую информацию буквально через какое-то время. так, вопросы, 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 Сомелье, это лицо ресторана, да, Алексей, Артур, привет, так, уже мы ответили по поводу пикника, Тимур Ергешев спрашивал, скажите, какие вины будут в тренде после окончания эпидемии? Название не могу сказать, но это будут вины недорогие, это понятно, потому что, мы говорили уже о ценообразовании, вот, это будут, должны быть какие-то вины, из новых, так скажем, стран, которые мы меньше уделяли внимание, и это будет фишка, опять же, для Сомелье, ну, приведу пример, например, португальские вины, да, почему бы эти вины не усиленно продавать, потому что цена и качество очень плохая, опять же, российское виноделие, да, ну, скорее всего, мы патриоты нашей страны, и мы сейчас те люди, которые разбираются в вине, которые, которые ходят на дегустации, на мероприятия, на выставки, мы постоянно пробуем сейчас российское вино, видим, как оно развивается, и я понимаю, что за этими винами будущее, другое дело цена этих вин, вот, ну, наверное, виноделы тоже будут пересматриваться на образование, для того, чтобы попасть в ресторан, и для того, чтобы вино продавалось, вот, но мне кажется, что вины должны быть какие-то интересные, да, те, та классика, которую мы знаем, вот, она в любом случае будет оставаться, ну, вот, я сегодня третий раз говорю про фишки, или как это можно еще слово заменить, да, все новшества, которые необходимы будут гостям, и они нужны будет сейчас, и сейчас уже можно подумать, это, кстати, очень хороший вопрос, какие будут вины, я тоже задавал себе вопрос, какое я вино приду в ресторан и буду заказывать, вино, которое стоит полторы тысячи рублей, или вино, которое я раньше заказывал за три, за четыре тысячи, ну, наверное, все-таки я уйду в нижнюю категорию цены ресторана, и буду брать вины недорогие, поэтому эти вины и будут популярны. Алексей, так, Леша, привет, это Зарима пишет анекдот про то, что в карантин пообщался с женой, слышал, открыл ли вновь для себя жену за период совместного карантина? Вы знаете, я последние несколько лет уже жену открыл заново, потому что я не работал в ресторанах, ушел из украинской работы, вот, и я больше стал находиться времени дома, поэтому семью и жену я узнал с другой стороны уже несколько лет назад, а сейчас я, наверное, понял, что ради чего вообще можно жить в этой жизни, да, конечно, есть любимая профессия, есть любимое дело, вот, но это все второе, третье, четвертое и пятое, первое – это семья, это близкие люди, это дети, это твои родные, поэтому сейчас есть время еще раз на них посмотреть, улыбнуться им, поцеловать, обняться и сказать, как хорошо, что мы вместе. Вот, наверное… Я понимаю тебя. Так, Валерий Кожедуб, на другие вопросы обратите внимание, пожалуйста. Я могу, к сожалению, что-то упустить, если вам не трудно, вы на тот вопрос, на который я не ответил, продублируйте его, пожалуйста, мы с удовольствием на него ответим. Так, водочный сомелье с точностью определяет город, улицу и дом, да? Да, возможно, водочный сомелье. Как вы считаете, сомелье в России отличается от зарубежных коллег? Готовы ли наши сомелье любить наше вино? Еще раз. Как вы считаете, сомелье в России отличается от зарубежных коллег? И готовы ли вы, вернее, готовы ли наши сомелье любить наше вино? Не могу за всех отвечать за сомелье, да? Я могу сказать, что вино вообще нужно любить любое. Вот. Любое вино, в нем всегда можно найти свои плюсы, свои изюминки. Особенно, если ты знаешь непосредственно винодела, если ты был на этой винодельне. И у нас в России достаточно сейчас виноградников, куда можно поехать, если еще кто-то не знаком с виноделами, познакомиться. Они, русские, они открытые. Они тебя примут, они тебе дадут продегустировать, они с тобой будут общаться. В отличие, скажем, от французов и других иностранцев, которые иногда даже не выходят, когда ты к ним приезжаешь. Тебя встречают люди, представители компании, дают небольшое количество вина попробовать. Иногда бывают еще обеды-ужины с ними, но это все реже-реже стало. Так вот, мне кажется, что российским сомелье нужно побольше продавать российского вина. Это не пропаганда, да, это на самом деле так. Потому что... Ну, к этому все и придет, Люсь. Таким образом, мы поднимаем экономику, которая сейчас будет нарушена, да. Мы все-таки должны... Хотя, может быть, и не должны, да. Каждый отвечает за себя, но любая винная карта сейчас без российского вина будет смотреться у Бога. И это будет непонятно, почему в России есть вино, а оно есть. И кто бы как ни говорил, какое оно, но оно есть. И из этого «оно есть» можно выбрать лучшее. И, соответственно, это лучшее можно поставить в винную карту. Да, где-то будет дорого, где-то будет, может быть, не так продаваемо, как это было, да. Но, может быть, опять же, самообразование изменится. Но, любая винная карта без российского вина – это уже не винная карта. Что касается винных карт, ты сказал, там, конкурсы, там, российская винная карта, вернее, карта ресторана, она не будет смотреться правильно, если там не будет российского вина. Так вот, в связи с этим у меня к тебе вопрос. Что с конкурсом винных карт? Хороший вопрос, опять же. Это мне два билета, наверное, на гало-ужинные, да? Он хороший, но он сложный, да. На него тяжело ответить, потому что, опять же, смотрите, запустили этот проект. Ты помнишь, Арту, что мы 25 человек, 23 человека собрались и на протяжении полугода проверяли 440 винных карт со всей России. Вот. Была тяжелая работа. Вот. Так сказать, неоплачиваемых спонсоров на это мероприятие не было. Каждый занимался, так сказать, этой работой для того, чтобы… Было интересно, да, посмотреть, какие винные карты в нашей стране. Вот. Все посмотрели. А теперь, когда я говорю этим 23 человекам, а будете ли вы в жюри? Они мне говорят, нет, подожди, как это? Ну, это же определенная работа. Полгода надо работать. То есть, первое. Для этого нужен спонсор. Спонсор, потому что нужно делать автоматичную программу, которую мы уже начали делать. Нужно… Да много что нужно. Саму презентацию провести нужно. Награждение винных карт. Все это, опять же, спонсор. Спонсор вины не может быть один этой винной карты, этого конкурса, да. Потому что, ну, как-то это будет не очень правильно, если компания, продающая вино, будет спонсором вин всего этого конкурса. В этом была вторая проблема. Третья проблема в том, что мы хотели бы из этого конкурса сделать чуть больше, чем просто выбрать лучшую винную карту. Тем более, Влад Алисниченко занимается тем же. Еще кто-то, по-моему, проводил что-то, где-то видел. Но мне кажется, что мы хотим сделать из этого чуть больше. Вот Антон Панасенко, с которым мы обсуждали этот вопрос, и он взял на себя инициативу на 20-м российском конкурсе объявить о новом проекте, который бы назывался «Винный гид российских винных карт». То есть, что такое «Винный гид» – это гид по российским винным картам. То есть, мы бы отмечали, где эта карта находилась, да. Это было бы… Не хочется сейчас все рассказывать, потому что это не готовая тема. Сейчас я расскажу, а мне потом скажут, а где же этот гид по картам России? Да-да-да, согласен, согласен. Поэтому мы, когда подготовимся, когда будет уже четкое у нас понимание, вот, мы об этом обязательно скажем. Но мы продолжим эту тему. Потому что, видите, проектов много, но тех людей, которые в ассоциации «Самеле» работают… Ты меня спросил, сколько человек? 5 тысяч, да. Но активных не так много. И нет людей, которые бы хотели бы помогать, как говорится, безвозмездно. Те люди, которые нужны в организации разных мероприятий. Мы на мероприятия берем волонтеров, берем менеджеров, платим им за это деньги. У нас 5 тысяч человек, а мы сами не можем своим делом составом. Потому что все ждут от себя просто мероприятия. Ну, нужна же какая-то помощь. Нужны же люди, нужны же руки, нужны же головы. Их никогда не хватает. Я очень часто говорю, пишите в личку, звоните. У нас есть чем заняться в ассоциации. У нас много проектов. Потому что я, ты и несколько человек, которые мы всех знаем. Там Александр Осадкин, Евгений Богданов, Анатолий Корнеев, Роман Сосновский. Их немного этих активных людей, которые могли бы сделать 5-10 проектов в году. Почему у нас 3-4 проекта? Почему у нас не 8 проектов? Не успеваем. Мало людей. Нет мощностей для этого. Хотя большое количество членов ассоциации. Я призываю тех, у кого есть время, которые хотели бы принять участие в активной жизни ассоциации. Пишите, звоните. Есть чем заниматься. Тут вопрос по поводу, как показывает практика, если в заведении есть отдельная винная карта, локальные вины, то продажи 50 на 50 с импортом. Так ли это у вас в городе? Артур, ответь сам. Ну, я вряд ли думаю, что это так. Локальная винная карта – это очень хорошо. Но в Москве вообще практически заведение есть, чтобы было бы отдельно локальная винная карта. Такого, в принципе, нет. Локальная винная карта – это не так интересно. Потому что что такое локальная карта? Если ты находишься в Бургундии и у тебя мишленовский ресторан, то, конечно, там… Ну, даже не мишленовский ресторан, просто какой-то небольшой ресторан, достаточно интересный, вкусный. То, конечно, там вина будет из Бургундии, там будут локальные вины. Там вряд ли кто-то поставит вина из Чили или из Новой Зеландии. Вот. И это может быть, потому что ты пришел на местности, сидишь, ешь, вот теруар, вот вино, которое вот здесь из окна ресторана видно виноградники. Конечно, хочется именно это вино пить, а не вино, с другой стороны, привезенное там за 100 морей. Вот. А что такое в Москве локальное? Просто русское вино? Ну, наверное, это было бы неинтересно. Для гостей все-таки нужно разнообразие. Не нужно перегибать палку и, скорее всего, делать карту из российского вина не столь пока еще, ну, это будет интересно гостям. Это, может быть, будет интересно самому Сомелье сделать такую карту. И вот. Но для гостей нужно разнообразие. Алексей, на ваш взгляд, как поменяются винные карты в Хорико после карантина? С ценообразованием, с уменьшением количества вина никто не будет держать большие запасы. Винные карты 200, вины выше, уйдут в историю. Вот это я уже проходил. Когда-то у меня была винная карта 900 вин, ресторан Ностальжи, потом был Кризис, она стала 600 и так далее. Поэтому и сейчас то же самое. Сейчас достаточно... Я уже давно говорил, что винная карта должна быть небольшой, но правильной. Достаточно иметь 40-50 вин, которые ты можешь менять в течение полгода или года, или даже каждые три месяца, квартально, как угодно, да. Насколько у тебя ходят постоянные гости, которые пьют одни и те же вины. Какую-то часть вин можно оставлять, какие-то можно менять. Работа Сомелье должна быть всегда видна на винной карте. Винная карта — это как паспорт Сомелье. Открыл его и сразу понимаешь. Профессионал, не профессионал. Пришел через три месяца, смотришь, все опять одно и то же. Неинтересно. Чем удивишь? Ничем. То же самое. Мы классикой, но мы уже ее пили. Здесь уже перепробовали. Дайте что-то нового. А нового человек не ставит, потому что лень. И так сделал хорошую карту. И на этом масло успокаивается. Вот. А мне кажется, что нужно всегда, чтобы карта была живая. Менялась. Как ты думаешь, с учетом того, что происходило до этого карантина, вопрос такой по поводу наценки. Я всем задаю этот вопрос. Наценки ресторанов, которые по сути делали. Всегда как делали. Там 300-400 процентов в большей степени. Насколько ты считаешь это правильно вообще? Ну, конечно же, неправильно, Артур. Ты же понимаешь, что такая наценка, она отпугивает людей. И сейчас с курсом доллара цены у компании еще возрастут. И это будет еще одна проблема. То есть, если мы покупали там, было 60, то сейчас уже там еще больше. Ну, не знаю. То есть, мне кажется, что ценообразование должно быть не 300-400, а 200. Сделайте 200. Пусть продастся лучше две бутылки за один стол, чем одна за наценкой 400. Мне кажется, что да, есть вина, на которых можно делать бизнес. Мы об этом знаем, что есть очень интересные позиции, которые можно поставить в разлив, подороже, сделать наценку. Вот. Но при этом, опять же, получить большие скидки у компании. Я очень удивляюсь, да. То есть, компании делают такие наценки, а потом себе продают со скидкой 40 процентов. 40-50 процентов. И все смели рады. Ой, а у меня в этой компании 40-50 процентов скидка. Сначала была накидка, а потом получил скидку. А гостю ты все равно сделал накидку. И кто в этом выиграет? Причем гостю сделал накидку на цену, по которой без скидки. Да. По полной программе. Вот. А ты как считаешь, Леша, ты как считаешь, Вивина это помощник или это враг самелье? Программа Вивина, где гости в ресторанах. Ну, это, скорее всего, помощник для ленивых. Да. Ну, для тех, кто ничего не разбирается. Для тех, кто не хочет общаться. Для снобов. Для... Вот. Хотя у меня тоже есть программа. Я тоже иногда ей пользуюсь. Вот. Ну, так, не знаю. Все программы, как говорится, хороши, выбирай на вкус. Вот. Если тебе она удобна, если тебе она полезна, если ты ей веришь и доверяешь полностью, то пользуйся ей. Потому что тебя уже не переубедить, это твое мнение. Вот. Но с Эмилией это другое. Это не программа. Это человеческое общение. Это атмосфера. Знаете, что такое атмосфера в ресторане? Когда вот такой, как Артур Георгиевич, подойдет, улыбнется, постучит себя по плечу. Вот. И нальет себе хорошего армянского... Поотечески обнимет. Да. И вот, да. Конечно, это не со всеми гостями так много. Понятно, что как раз с Эмилией это не программа, которая запрограммирована на одно настроение. Он нажал на кнопку и тебе выдал результат. С Эмилией это человек, который должен чувствовать войско. Он должен этого человека обслуживать. Мы обслуживающий персонал с Эмилией. И от твоего обслуживания зависит, что он будет есть, что он будет дальше заказывать. Возьмет ли он одну... Ну, здесь же... Леша, мы же здесь говорим про то, что, когда приходят в ресторан наши гости, они открывают вивину, соответственно, смотрят... И смотрят баллы. Да, смотрят баллы и смотрят цены, да. И пишут, читают, надо же, надо же. Ну, так вот, это момент такой. Я считаю, что и программа вивина, она в определенной степени все-таки заставляет работать с Эмилией, потому что есть вина, которых, ну, во всех магазинах ты их не найдешь. Они эксклюзивные. И рестораны, как правило, я в последнее время наблюдал. Многие заведения... Честно говоря, вот я... Да, вот я последние там несколько лет не так... Ну, вообще, вот не так часто вижу гостей, которые прямо открывают и начинают смотреть. Да, они есть, да, они смотрят. Вот. Иногда они даже могут позвонить другому Эмилие, как мне звонят иногда и спрашивают, что я сижу в таком-то ресторане, тут мне Эмилие паривает какую-то бутылку, нормальную или ненормальную. Вот. То есть консультация для людей, она должна быть всегда. Это может быть как программа, так звонок другу. Ну, любая консультация должна все-таки зависеть от того Эмилие, который стоит перед тобой. И если он видит, что ты пользуешься этой программой, ну, значит, найти какие-то слова, подобрать слова к этому гостю и сказать, давайте я вам все расскажу, все покажу, дам попробовать, потому что эта программа вам не даст попробовать вина. Вот. Соответственно. И сделать так, чтобы человек остался доволен от выбора, который ему предлагает Эмилие. А еще лучше предложить вино чуть-чуть дешевле. Это как раз вот такая антикризисная программа, которая сейчас будет играть. Когда человек будет заказывать вино за 3 тысячи, можно предложить ему вино за 2 тысячи. Лучше по вкусу или там интереснее, или с какой-то историей. И гость это обязательно оценит. Он скажет, да, Эмилие-то меня не впаривает вина, да, вот он мне это делает дешевле, и я приду к нему еще раз. И вот эту программу ты никак не заменишь. Человеческий фактор, общение, атмосферу, которую ты создаешь гостю. Это очень необходимо в ресторане. И только такие Эмилие, мы в начале нашего разговора говорили, только такие Эмилие дальше будут работать в хороших ресторанах. Потому что сейчас все будет считаться. его внешний вид, его знания, его профессиональный опыт, его руки, которые правильно держат декантеры и бокалы. Поэтому сейчас будет все на самом высоком уровне. Алексей, ты имеешь, ну, мы там, ты, те, кто занимаются этой профессией, имеют достаточно большой опыт поездок в хозяйство винодельческие. Вот у меня к тебе вопрос. Мы же прекрасно понимаем, что всегда есть люди появляются, которые не очень, не очень, скажем так, хорошо себя ведут. Так вот у меня в связи с этим вопрос. Были ли когда-нибудь случаи, да, тебя тоже за здоровье. Были ли когда-нибудь случаи такие, чтобы из ассоциации с Эмилией людей увольняли? Ой, любишь ты вот такие вопросы? Нет, ты можешь сказать нет. Да, это человеческий фактор, который никто не отменял. И любой из нас, ну, кроме тебя, наверное, ты никогда не перебарщиваешь с вином, и ты всегда остаешься в одной и той же, как сказать, форме. Да, но даже я, даже те люди опытные, которые много пьют, всегда могут взять чуть лишнего, особенно когда ты находишься в этих поездках. Кстати, о поездках можно сказать, что их скоро в ближайшее время очень долго не будет, поэтому, может быть, эта тема сейчас даже не актуальна. Но то, что было именно так. Когда с Эмилией приезжают, когда с Эмилией понимают, что они на отдыхе, и что у них нету здесь ни жены контролирующей, ни владельца ресторана или управляющего. И вот он на расслабоне в этой поездке начинает сображ телефоном делать при гости, там, при владельце ресторана. Ну, винного производства. Вот, показывает свои знания, кто за родину встает, говорит, там, рассказывает анекдоты на русском языке, его никто не понимает. Потом, я уже не говорю о том, что там падает в салат. И такое тоже бывает, вот. Потом ложится спать, утром просыпается, как ни в чем не бывало. Ну, как говорится, осадочек остался. Поэтому я знаю эти истории, ты знаешь истории, когда наши группы приезжали и с позором выгоняли, а потом даже запрещали на несколько лет российским Эмилие появляться у виноделов. Это грустные истории. Вот. Такие истории, конечно, надо выгонять из ассоциаций, снимать значки, выставлять на доску позора, писать в газетах молнии, там, как это раньше там было. Но сейчас такое время, на такой демократии, что ты сейчас ему скажешь, что это плохо, а он тебе в ответ три слова там. И поэтому здесь все остается у человека здесь и вот в сердце. Если он это понимает и головой все это осознает, то, скорее всего, даже если он сделал такие поступки, повелся неправильно, он должен выйти из этой ситуации красиво, да. Написать потом письмо, что был неправден о вас, что вот мы были немножко вот в таком радостном состоянии, радовались вашему вину до такой степени, что перерадовались, вот. И простите нас. Но уехав из этой страны, забыв эти истории, они дальше себя так ведут. Я не хочу сейчас быть таким папой. Да нет, здесь же вопрос, на самом деле, ты слишком развернуто говоришь. Здесь же вопрос в том, что были ли случаи, когда из ассоциаций увольняли, убирали людей. Такое было тогда? Нет, не было. Ну, в принципе, это было бы исчерпывающе. Алексей, мы любим вино за многогранность, говорит Вайн Пассиум. Но все-таки есть ли у вас любимый винный регион с точки зрения вина, кухни и природы людей, живущих там? Нету. Нелюбимого нету. Я был в 55 странах. Нет, здесь не про нелюбимый, про любимый. Про любимый регион. Да. То есть любимого нет. Любимого нету, потому что был в большом количестве, в больших количествах странах, начиная от Чили, заканчивая Новой Зеландией, да. И всегда приехав в страну, я открывал себе новые вина, новые виноградники, винодельни, новых людей. И тот теруар, та атмосфера, то, что тебя вокруг окружает. В тот момент, кажется, что это вот оно самое. У каждого человека есть любимое вино, наверное. И, может быть, любимый винодельнический регион. Вот недавно вот я открыл для себя Австрию, да. Хотя я разбирался в винах Австрии. Я знаю их названия, сорта винограда, виноделов. Но такое количество австрийских вин я не пробовал ни разу, как в этой поездке. Это был чемпионат Европы, где Александр Асаркин занял восьмое место. И вот в Австрии я тогда перепробовал очень большое количество вина. И я понял, что это один из тех регионов, которые я знал плохо. И мне очень понравились вины. Точно так же было в Португалии. В Португалии был несколько раз. Особенно второй раз я понял, что Португалия – это те вины, которые я вообще недооценивал. Я понял, что там можно найти вины недорогие и очень хорошего качества. Они могут заменить и французские, итальянские, испанские вины. Потому что те вины, которые в этих странах, они в два раза дороже. Это так и есть. Наверное, Новая Зеландия. Наверное, не знаю. В каждом регионе… Ну, послушай, везде есть любимые вины. Добрый вечер. Как можно сказать любимый регион? По каким критериям можно сказать, что он любимый? Там что? Другие вина, другое солнце, другие виноделы, другая кухня. Да, везде все разное. И мне нравится разнообразие. Я не человек, который останавливается на одном вине. У меня есть запоминающие вины, которые я запомнил на всю жизнь. Это были какие-то очень, например, старые винтажи, которые меня порадовали. Это были вины, которые я пробовал в Грузии когда-то. Квевре там или, например, оранжевая вина. Или я пробовал, когда первый раз я попробовал биодинамику хорошую. И все они меня поражали, и они у меня остались. Я даже веду блокнотик, что мне там понравилось. Поэтому любимого одного нету. Добрый вечер, Алексей, Артур. Алексей, скажите, пожалуйста, какой проект российской ассоциации «Семелье» заслужил статус вашего самого любимого в сезон 2019-2020? Чем вы гордитесь? Знаете, я не горжусь проектами. Моя деятельность связана с организацией этих мероприятий. В том числе с организацией. У меня есть разные проекты. Они где-то похожи. Это конкурсы «Семеле», это винные пикники, это дегустация, это мастер-классы, это обучение в школе. И любой проект мне доставляет удовольствие. Но если говорить о значимости, то, конечно, российский конкурс «Семелье», который проходит в двадцатый раз, должен будет проходить в этом году в двадцатый раз, это ежегодный конкурс. И здесь, конечно, есть гордость за нас, за всех. Потому что и ты, Артур, с первого дня этого конкурса, и многие наши, так сказать, ветераны, хотя они совсем еще молодые «Семеле», тот же Павел Швец, там еще сорока лет нет, он первый победитель конкурса. И Григорий Чагадаев, который последний год победил, и до этого десять лет пытался победить и победил. И вот я горжусь за них, за всех, за тех людей, которые делают эти мероприятия, на которые приходят люди, даже продаются билеты на VIP-столы. Это не просто уже прийти на какое-то мероприятие. Это большое мероприятие тысячи человек. Это салон вин. И когда-то мы начинали, у нас был один партнер винный. А сейчас в этом году у нас 44 партнера, которые помогают в проведении конкурса. Я пользуюсь случаем, если слушают партнеры, виноделы, и российские, и иностранные дистрибьюторы, и компании, которые все принимают участие. Это и винные аксессуары, это и винные шкафы, это и сыры, и деликатесы. И в этом году вообще даже у нас должны быть устрицы на конкурсе. У нас была заготовка, мы там договорились с компанией, которая должна была угощать устрицами. Это 20-й юбилейный конкурс. Не хочу сейчас всех секретов рассказывать, но... Ну не рассказывай, нет. Ты приоткрываешь занавес, но не говори в общем. Да, хорошо, поднимаю чуть занавес и говорю, что российский конкурс будет, он был, есть и будет самым лучшим мероприятием для российской ассоциации Сомелье. В чем отличие работы Сомелье России и Сомелье Европы? Минусы, может быть, плюсы. Значит, коротко скажу. В Европе другой металлитет. Сомелье в Европе более дисциплинированная. Профессия Сомелье в Европе, ну, как минимум, в 60-х годах началась. В 69-м году прошел первый чемпионат мира в Брюсселе. Выиграл француз, армянин, кстати. Француз-армянин, это сильно, да? Ну да, француз-армянин через ТР, так и есть. Поэтому у них давно культура винопития, у них давно культура в работе ресторана, в обслуживании, в сервисе. Где-то она упрощается, где-то с глобализацией уходит. Но, в любом случае, у них, они задают моду. Они задают моду в форме одежды в Сомелье, в форме декантеров, в форме бокалов. К сожалению, пока у нас это не развито. Поэтому, конечно же, и профессия Сомелье в этих странах очень сильно отличается от нашей. Во всяком случае, от тех конкурсантов, которых я вижу на конкурсах Сомелье, не из всех стран, да, там 60 участников приезжают. И это сейчас совершенно разные страны. Венесуэла, там Перу, Сомелье из Индии, Сомелье из, не знаю, из разных стран. Понятно, что там тоже культура только начинается. Мы, напомню, были 37-й страной, когда вступили в Международную ассоциацию Сомелье. Сейчас почти 60 стран в Международную ассоциацию Сомелье. И вот те страны, которые вступили после нас, у них, конечно, еще хуже, чем у нас. Сомелье и организации мероприятий. Но вот те, на кого мы равнялись, это французы, итальянцы, испанцы, англичане. Вот они, конечно же, показывают уровень тех знаний, тех способностей, тех профессиональных навыков, которым должен владеть Сомелье. Ну и еще раз забывают про внешний вид, потому что я об этом очень много говорю, что Сомелье должен иметь внешний вид в первую очередь, потому что он должен понравиться гостям. Я не говорю про конкурс членам жюри, да, в первую очередь для ресторанов. Потому что некоторые Сомелье могут сейчас немножко перебегать палку, там, выходить в тельняшки или там на лбу татуировки делать или там все быть в пирсингах. И они считают, что это индивидуальность. Но эта индивидуальность, она для тебя индивидуальность, а для гостей, которых ты обслуживаешь, это может быть не нравится. И ты ему не объяснишь, что ты хипстер или ты имеешь такое вот представление о моде или о своем внешнем виде. Вот это все ты должен оставить для себя, для дома, для других профессий, может быть. Все-таки Сомелье это культура, а культура это классика. А классика это то, что нравится, что нравилось, нравится и будет нравиться всем людям. Хорошо, спасибо, Леша. Открыли ли вы для себя винную Армению, спрашивает Вартануш Гранду Мау? Винную Армению открываю через Артура Саркисяна, который мне иногда дает попробовать вина. Мне тяжело дается запомнить сорта винограда. Говорю честно, как есть. Я сейчас над этим работаю, чтобы все-таки в этом разобраться. Пока нет у меня справочника гида. Как нету? Последний, который был, он у тебя есть. Что ты рассказываешь? Он у меня есть, он у меня остался внутри, я привез туда положение. Да, понятно. Ну хорошо, хорошо, с меня винный гид. Нет, он у меня есть, в любом случае я его буду читать сейчас здесь, в этот момент. Он мне не помешал как раз подготовиться к самообразованию для того, чтобы в этой теме разобраться. Вот это вот, по-моему, сейчас та тема, которая меня больше всего волнует. Потому что я был один раз в Армении, мы ездили по виноградникам. Я тогда просто пробовал вина и не понимал, для чего это мне нужно было. Потому что мне казалось, что когда армянский вина далеко еще от того совершенства, это было давно, совсем давно. И сейчас совершенно все поменялось. То, что ты мне давал, Артур, пробовать, это, конечно, интересная вина, о которых надо все знать. И я бы с удовольствием еще посетил Армению для того, чтобы проникнуть эту ситуацию. Хорошо, посетишь, посетишь обязательно. Так, Алексей, как вы оцениваете донские вины? На самом деле их не так много. И то, что я вижу, опять же, есть развитие. Есть развитие буквально за несколько лет. Еще несколько лет назад у нас, по-моему, даже у тебя в справочнике их было, ну, сколько там, может быть, два вина, три, наверное, было, да? Если ни одного. Донских? Нет, побольше чуть-чуть. Ну, чуть-чуть побольше, но не так много. Не так много. И сейчас много молодых виноделов, за которыми нужно просто посидеть, посмотреть, как будет все развиваться. Вот. И я считаю, что хороший край, много солнца. Вот. Есть хорошие вина, как их оценить? По оценке баллов, наверное, оценит Артур. А то, что они мне нравятся, не нравятся, да, нравятся. А можешь кого-то отметить, нет? Нет, я не говорю в эфире, чтобы мне было обидно другим. Я понял. Так, очень хочется, чтобы двадцатый конкурс состоялся в двадцатом году. Верим и готовимся. Почему вы без бокала? Давайте красивый тош. Послушайте, ну, придет момент, вот, Леша с бокалом. Бокал есть, только вино закончилось. Потому что два часа я уже разговариваю с одним бокалом. В отличие от Влада Маркина, который за эфиром... Два часа ведет эфир, две бутылки вина. Он не стеснялся об этом говорить. Вот. Буквально до нашего эфира я смотрел Влада Маркина, два часа он вел, два часа выпил две бутылки. Я за два часа пью второй бокал. Я немножко себя берегу. Вот. Ну, по поводу... Я должен то сказать, да? Ну, ты можешь сказать... Давай ты немножко пока отложи в сторону. Когда мы будем заканчивать эфир, мы скажем. Ну, в принципе, у меня единственный раз в игре было то, что я выпил целую бутылку с Пашей Титуловым. Так, Алексей, Артур, скажите, пожалуйста, с чем связан дефицит достоверной, качественной, винной, образовательной литературы русскоязычных авторов? Заранее спасибо. А я вот хотел спросить, а что вы много русскоязычных авторов знаете? Их на самом деле не так много. Вот. Я хочу ответить на этот вопрос, потому что как раз он занимается этой деятельностью. Я могу сказать, что у нас вообще мало литературы на русском языке. Вот если сравнивать винные книги, которые есть во Франции, в Италии, у нас вообще их единицы. И, соответственно, издательств очень немного. И журналов винных мало. По пальцам можно пересчитать. Эта индустрия у нас вообще не развита. Потому что, наверное, мы россияне больше находимся в Инстаграме, в соцсетях и смотрим, черпаем информацию оттуда, чем из книг и литературы. Но это есть как раз проблема. О том, что, может быть, сейчас в этот период кто-то займется и сделает проект, создаться какие-то винные альбомы, которых нам не хватает, которые будут украшением не только и поучением, и не только поучением, и украшением в любом доме. Я собираю все винные альбомы, которые существовали за 20 лет моей деятельности. Все они, все, что выходило у нас на русском языке, ну и на иностранном, понятно, тоже мы привозим, всегда из поездок что-то. Но вот все, что есть русское, это коллекция, есть у меня в Инотрии три полки русских книг. Это всего лишь три полки за 20 лет. Это не так много. В общем, полочки небольшие. Планируете ли сделать совместный проект вместе с вузами, в которых обучают студентов виноделов? Отдельный курс собелье, например. Я могу сказать, что вот Анатолий Катковским занимается очень довольно плотно, и он ведет курсы, и Евгений Богданов проводит такие курсы. Лично я нет, я не веду для каких-то вузов. Мне просто пока достаточно работы. У нас есть специальный преподаватель на разные темы. Это можно перечислять фамилии Дениса Руденко, Вероника Дениса, Юрия Зыбцев, Влад Маркин. У нас много преподавателей, которые достаточно и без меня, чтобы преподавать какие-то курсы. Вот, поэтому вот такой ответ. Ваше любимое вино в самоизоляции? Любимое вино? То, которое есть. Да не знаю, у меня вот сейчас я пью Пенегриджо. Вот оно мне сейчас настолько нравится. Правильная температура, посмотрите, какой красивый цвет. Вот, и... Ну, этикетку тоже не буду показывать и говорить. Но оно... Ведь как может быть любимое вино? Днем оно одно. И в дневное время, если ты за обедом, то, скорее всего, это вино будет очень подходить. Потому что ты подобрал, там, белое или красное, или розовое, неважно. Вот. Вечером, когда ты делаешь мясо на гриле, ты достаешь красное вино, берешь большие бокалы, продекантируешь его, поставишь этот декантер на стол. Тебе кажется, что вот это вино идеально подходит. Поэтому оно каждое время, каждому вину свое время. Нет любимого. Названий нет. Алексей, скажите, пожалуйста, такой интересный вопрос. Алексей, скажите, пожалуйста, остались ли какие-то нереализованные мечты из молодости относительно руководства ассоциации? Видели ли вы ее такой, какая она сейчас есть? Ну, я бы хотел сказать, что у меня... Как будто со мной так прощаетесь, я это говорю... Я говорю... Нет, у меня много нереализованных людей, которые всегда делают мероприятия. Они у нас на протяжении пяти лет, если вы заметили, их стало больше. Появился и женский конкурс Сомеле, и московский кубок Сомеле, и винный пикник. Каждый год новые мероприятия. Винная карта был конкурс. Вот. Сейчас у меня идея сделать международный конкурс у нас в России. Непонятно, как делать, на каком языке, кто будет участвовать. Но идея такая есть. Вообще, женский конкурс Сомеле хотел сделать международный. То есть, несколько лет его провести в России, а потом, чтобы он был по странам. Либо даже только проходил в России, но чтобы к нам приезжали Сомеле из других стран. Девушки. Вот. Также, да много можно что делать. Проектов достаточно много связано с профессией Сомеле. Вот. Но такого, чтобы я чему-то был недоволен, что я не сделал, мне кажется, нет. Мне кажется, за двадцать лет ассоциация достаточно много прошла, сделала. Главное, что работа всегда продолжается. У нас очень много выпускников в школе НОТРИ. У нас много конкурсантов было за это время. Мы открываем филиалы. Мы продолжаем развиваться. Мы только, можно сказать, в таком пути, в совершеннолетнем. Да, вот мы стали совершеннолетними, и сейчас у нас только-только начнется жизнь. Ну, немножечко, да, такой период, который нам сейчас приостановил. Опять же, дал задуматься, что делать дальше. Поэтому, наверное, после того, как мы выйдем из этого периода, мы обеим, каждый придумает новый проект. Мы встретимся, обсудим и запустим новые интересные проекты, которые будут радовать всех нас, тех, кто занимается темой вина. Дай Бог, дай Бог. Скажите, правда ли, большинство сомелье не употребляют крепкие алкогольные напитки? Не знаю, мне кажется, задайте вопрос в соцсетях, и вам каждый ответит, пьет он или не пьет. Я не знаю, пьют крепкие алкогольные напитки. Я не могу отвечать за всех сомелье. А ты сам пьешь крепкие напитки? Знаете, после 50 стал меньше пить. До этого, значит, в течение 20 лет в моей деятельности. Как это было? Сначала я не пил, потому что я вообще очень мало пил вина и только больше занимался теорией. Потом я понял, что без этого нельзя. Обязательно надо ходить на дегустации. Чем больше пьешь, тем больше ты растешь. Пьешь, имеется в виду, дегустируешь и пьешь в определенных количествах. Конечно, на дегустациях ты выплевываешь, а дома ты пьешь бокал полностью, а то и не один. Поэтому на протяжении 20 лет я пью каждый день. Я пью умеренно, но каждый день. И что касается крепких напитков, то сначала это было маленькое количество. Потому что мне не нравилось это опьянение алкогольное в таком состоянии, когда после пятой рюмки коньяка ты понимаешь, что, скорее всего, уже можно только рассказывать анекдоты, веселиться и все. У тебя пропадает... Если ты сидишь с собеседником, с которым ведешь какие-то разговоры, то, скорее всего, они перейдут в какие-то уже шутки. А эти шутки относительно не всегда уместны. Поэтому алкоголь, он раскрепощает, крепкий алкоголь. Он тебя раскрепощает и меня, во всяком случае, веселит. Я такой, если пьяный, то веселый. Но это веселье, оно должно быть в определенном месте, в определенное время и с определенными людьми. Поэтому крепкий алкоголь, он интересен для того, чтобы его познать, все перепробовать. И для меня, именно для меня, и потом его закрыть. У меня есть 5-6 бутылок алкоголя крепкого, который стоит дома. Они уже стоят годами, я их там не пью, не допиваю. А когда приходят друзья, да, да, пожалуйста, будешь коньяк? Буду. По 50 выпили, на этом закончили. Ну, то есть, бутылки не допиваются крепкого алкоголя полностью. Как вы думаете, когда сформируется мнение об особенном почерке российского вина? Если уже что-то подобное сформировалось, то просьба поделиться своим мнением. Спасибо. Я имею в виду, есть ли у наших вин свои особенности и свой почерк? Ну, мне кажется, российское вино есть свой почерк, потому что его можно угадать в любой слепой регустации. Хорошее оно или плохое, но практически опытные сомелеи это делают очень легко. Я не прав, Артур? Ну, последнее. Нет, почерк российского виноделия, ну, сложно сказать, потому что пока еще вот то, что происходит, рынок все равно так меняется, и виноделы делают под рынок, исходя из конкурентной среды, даже тех же иностранных образцов. Поэтому, конечно, да, какие-то вещи можно угадать, но в большинстве своем за последнее время я делал много дегустаций, и, как правило, многие даже и не угадывали, что где российское, где импортное. На самом деле грани стираются, на мой взгляд. Ну, чтобы говорить более, скажем так, оптимально, то, наверное, у нас еще все впереди. Когда-то уже появится некий почерк, тот, который действительно может говорить о том, что это российское виноделие. Вот мой ответственный вопрос. Не хотите провести дворовый конкурс Сомелье среди неизвестных людей, как программа «Голос», например? Нет, не хотим. Не хотим, да. Я тоже не хочу. Дворовый точно нет. Алексей, вы занимаетесь спортом? Каждый день. Каждый день. Да, вот я могу сказать, если так, кого интересует. Я начал ходить в спортзал не так давно, несколько лет назад. Взял тренера, потому что без тренера я практически ленивый. Я не могу без тренера заниматься. Я вообще, как бы, командный игрок. Я всегда занимался футболом, но последние два года уже не играю, потому что там с коленками начались проблемы, как у любого футболиста, у кого-то раньше, у кого-то позже. Поэтому хожу в зал и считаю, что это необходимо. А сейчас, когда нахожусь на самоизоляции в доме, физические нагрузки — это не только штанга или гантели, это и лопаты, грабли, это отжимания от пола. Любая физическая нагрузка — это и есть спорт. Ну, в принципе, если кому интересно, могу показать. — Короче, ты как в хороших таких взрослых фильмах садовник, который в фигуре такой ходит, траву там пересолочил. — Человеку должно это нравиться, потому что спорт, он же разнообразный. Можно взять бадминтон и играть просто с ребенком или с супругой в бадминтон — это тоже спорт. Можно взять велосипед и покататься вокруг дачного участка — это тоже спорт. Поэтому, конечно, спортом надо заниматься любым, как без него. — Какая любимая песня «Когда выпьете», Алексей? — Ух ты! — Ух ты! — У меня тут... — Автономка пока. — Не знаю. — Не знаю. — Как эта группа, которая сейчас тебе нравится? — Нет? — Не то. — Не знаю. — Любимая песня? — Нет любимой песни. Вот Юдича иногда слушаю, как он поет. Даже не знал, что он играет на гитаре и поет. Поэтому, знаете, я человек настроения. Мне нравится все хорошее, все профессиональное хорошее. Да, вот я... Когда человек хорошо поет, это неважно, медленно это, там, романс или это рэп, или это еще что-то. Мне в любом случае это может нравиться, потому что я в этом нахожу какое-то удовлетворение профессионализма, что человек это делает правильно, у него это получается. Мне нравится, вот говорили про «Голос дети», вот пап, там, я посмотрю «Голос дети», мне там нравится каждая песня, которую поет ребенок, потому что, на самом деле, и голоса, и атмосфера, и сама передача, ну вот, нет любимой песни. Я даже был... А ты играешь на каком-нибудь инструменте, нет? Это проблема. На нервах. На нервах. Ну, это, да, банальный ответ, да. Вот, не играю. Хотел бы играть, вот, пытался в фортепиано, вот, есть там пару композиций, которые могу, но это не игра. Вот, это так. Леш, огромное тебе спасибо. Соответственно, может быть, ты что-то хочешь сказать, вот, в завершение, во-первых, тост от тебя, во-вторых, в завершение всем нашим подписчикам, потому что у нас, помимо того, что люди были в прямом эфире, мы еще выложим это все на ютубе, у нас будет находиться весь эфир. Поэтому твое, твое пожелание, твое, с твоей стороны, как бы, тост. Я хотел бы еще раз поблагодарить Артуру Саркисяну за его проект, за то, что он приглашает интересных людей, людей, которые в этой профессии, в этой теме что-то достигли, их интересно слушать. У них у всех свое мнение. Отлично, Артур, тебе большое спасибо. Я даже хочу сказать большое спасибо людям, которые от начала до конца или те, кто только присоединился, слушали, смотрели. Вот, мы сидим на домашней обстановке, стояком такой, и мы хотели бы этим сказать, что мы никуда не пропадаем, мы всегда с вами, мы всегда смотрим, кто что пишет, кто говорит, чему-то учимся, чему-то удивляемся, чему-то смеемся, да, ведь эти соцсети для этого и были созданы. Вот, и я хочу сказать, что не надо пропадать, не надо унывать. Этот период рано или поздно закончится, у нас ждет впереди хорошая, светлая жизнь, немножечко она будет не такой богатой, она не будет без роскоши, она будет чуть-чуть умеренной, но может быть это и хорошо, потому что деньги это зло, вино это к добру, вот, пить хорошее вино, не болейте, ну и приходите на наши мероприятия, которые скоро начнутся. Российский конкурс Амелье, двадцатый, мы узнаем нового победителя в этом году. Спасибо всем. Спасибо всем. Алексей, будет ли возможность зарегистрироваться на конкурс тем, кто не смог сделать это до двадцатого монта? Конечно, мы откроем заново регистрацию, мы все сделаем заново, потому что у нас будет время на подготовку, не будем спешить, перенесем на несколько месяцев, если надо и на полгода перенесем, но я уверен, что в этом году мы обязательно сделаем праздничный российский конкурс Амелье, потому что это юбилей, которого мы ждали и который обязательно состоится. – Огромное тебе спасибо, Леша, еще. Спасибо всем нашим подписчикам. Будьте здоровы, Леша. Береги семью, береги себя. У нас еще очень много всего впереди. Поэтому, если будут возникать какие-то тоже вопросы, ты можешь с нашим коллегам, завтра будет Рассадкин, можно задать ему вопросы какие-то. послезавтра Чигадаев. Так что, от тебя всегда рады и тебя всегда ждем. – От тебя мастер-класс. – От тебя мастер-класс. – Хорошо, договорились. – Спасибо. – Все, до свидания. – Всем пока. Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.